Здравствуйте, дамы и господа! На прошлом занятии мы с вами начали разбираться, как же изнутри устроено объектно-ориентированное программирование. Выяснили, что на данный момент там вообще говоря нет ничего сложного. Все, что у нас есть пока что это записи. У нас есть методы с неявным, в случае Джао, первым аргументом, которые просто вызываются специфическим образом. Собственно говоря, да, заодно мы узнали о том, что для того, чтобы делать инкапсуляцию, объектно-ориентированное программирование вообще говоря совершенно не обязательно. И в модульном, и в абстрактном типах данных инкапсуляция есть, а никаких объектов нет. Вот, сегодня мы с вами продолжим и на очереди у нас наследование. Давайте им и займемся. Для этого мы себе сделаем еще один стэк. Он будет называться linked-стэк и будет сделан на основе связанного списка. Окей, давайте себе заведем. Да, понятно, что нам понадобится какой-то запись, либо в терминах Java класс, для представления элементов связанного списка. И давайте мы с вами решим, является ли это деталью реализации или это будет являться частью контракта нашего связанного списка. Да, разумеется, никому снаружи, пользователям нашего списка совершенно неинтересно, как мы устроены внутри. Поэтому у нас будет private static class node. Напомните, пожалуйста, на что влияет вот это ключевое слово static. Это значит, что у экземпляров класса node не будет ссылки на создавший их класс linked-стэк, просто потому что нам не понадобится. Окей, значит, у нас будет object какой-то value, он же element, и у нас будет предыдущий элемент. Окей, вот. Дальше давайте возьмем все, что у нас было в классе ArrayStack и разберемся, что у нас с этим совсем будет происходить. Так, ой, это нам понятно, не потребуется. Ок, что нам потребуется из этих полей? Так, нам потребуется size, ну, а еще специалисты по связанным спискам для стэка. Да, окей. Ну, давайте назовем ее top. Окей, поменяется ли контракт метода push? Совершенно справедливо, нет. А зачем ему меняться? Мы делаем альтернативную реализацию той же самой структуры данных. От того, что у нас поменялась реализация, никак не должно меняться то, что нам эта структура данных обещает. Поэтому контракт у нас остается ровно тем же самым. Ну, и понятно, что здесь будет. Top равняется new. Ну, так, node. А, я забыл ему сделать конструктор. Давайте сделаем это все final. И сделаем соответствующий конструктор. Окей. Так, new. Ну, кто у меня тут? Element. Element и предыдущий элемент это будет top. Что еще нужно не забыть сделать? Size. Да, size++. И мы договорились, что у нас не нулы, поэтому давайте соответствующую проверку тоже скопируем. Ок. Точка запятая. Да, я забыл точку запятая. Иншую копасти нам, очевидно, было не нужно. Так, что с поп? Контракт мы не меняем. Как он будет устроен? Ваши предложения. Что? Assert size. Так, assert size остается. Так. Потом top равняется top. Точка. Окей, хорошо. Top равняется top. Прев. Перед этим сохранить элемент надо, чтобы... Да, совершенно верно. Нам потребуется результат, и нам нужно не забыть его сохранить. Это можно сделать двумя способами. Либо не сохранив старый топ, либо сказав, что у нас есть топ элемент. Давайте мы назовем элемент. И здесь, разумеется, return. Окей, result это было в прошлый раз. Давайте в этот раз назовем result. Ну еще, наверное, почистить память стоит. Какую память почистить? Ну... В целом, это разумное предположение, потому что в предыдущий раз мы специально что-то зануляли. Не надо. Почему здесь этого не надо делать? Больше снизу раздуматься. А у нас на топ, который старый, больше ничего не указывает? Да, на старый топ у нас никто ничего не указывает. В принципе, мы здесь не занимаемся менеджментом памяти самостоятельно, поэтому и утечек у нас не возникнет. Ок, как будет... Снизу уменьшить не надо? Что? Size уменьшить. Да, size нужно не забыть уменьшить. Отличный план. Ок, пик как будет устроен? Топ-топ что? Топ-элемент. Топ-элемент, отлично. Так, size, ну понятно, что size не меняется, из empty не меняется. Ок, давайте возьмем тестовый класс. Так, сейчас, кстати, у меня там что-то вроде... А, ну да, ни один из этих методов пока что никто не использует. Не очень удивительно, сейчас мы их всех и заиспользуем. Запустим и посмотрим на результат. Так, здесь идут в обратном порядке, здесь идут в обратном порядке. Отличнейшим образом. Все, вроде как работает и все хорошо. Ну, то есть, понятно, мы ничего нового-то вообще не сделали. Просто взяли чуть-чуть другую реализацию. Пока что ничего интересного. Собственно, перейдем к наследованию. Что у нас есть общего в LinkedIn Stack и в Array Stack? Давайте начнем с полей. У нас есть поле size. И научимся сначала наследовать только данные. Для этого себе заведем в Java. Это все еще называется класс. Назовем его abstract stack. Так, почему будет ясно чуть похоже. Вот. И мы у него заведем поле size. И забегая вперед, выяснится, что оно нам, разумеется, нужно будет и в Array Stack, и в LinkedIn Stack. То есть, оно будет с одной стороны деталью реализации, а с другой стороны деталью реализации не одного класса, а целой иерархии. Класс напомните, какой по этому я и модификатор доступа должен значить. Protect. Отлично. ОК. И, соответственно, теперь я могу сказать, что Array Stack Extends, в свою очередь, abstract stack. И, соответственно, LinkedIn Stack тоже extends abstract stack. Что? Ой, так, LinkedIn Stack Test, я сказал. Это, да, это, конечно, да, LinkedIn Stack Extends. Да, и поле size убираем, разумеется. Так, значит, abstract stack. Более того, ну, нам... Кстати, нет нам Java. Подождите. Вообще, компилятор нам должен сообщить, что наше private поле size, в меньшей мере, очень странно. Ну, неважно. Так, ОК, здесь Array Stack, здесь Array Stack. Давайте. Запустим и посмотрим. Все. Продолжает вполне разумным образом работать. ОК. Давайте посмотрим, как у нас выглядела память до этого и как она выглядит сейчас. То есть, до этого у нас понятно, что было. У нас был Array Stack. Вот. У него было поле size. И у него было поле elements. Вот. Соответственно, здесь у нас был LinkedIn Stack. У него было поле size. И поле top. Так, теперь наша картинка слегка поменялась. У нас есть общий класс abstract stack. У него какие есть поля? ВС size. И у него, в свою очередь, есть два наследника. Array Stack. С единственным полем elements. И linked stack. С единственным полем, соответственно, top. И они вот так вот вместе от него наследуются. А как это выглядит с точки зрения используемой памяти? Кто знает? Вот у нас есть наследование. Допустим, как выглядит память, выделенная под экземпляр колласс Array Stack? Наверное, так и это было. Так же это как? Все поля еще родителями нужны. Да. То есть, нам, очевидно, нужны не только наши поля, но и все поля, которые мы унаследуем сверху. В данном случае мы заодно наследуем поля size. И выяснится, что выглядит он вот ровно тем же самым способом. Правда, тут есть еще некоторое преимущество. То, что мы можем обращаться к нему, в том числе, как к abstract stack. Потому что вот эта часть и вот эта часть будут совпадать после того, как мы выделили общий класс. Окей. При этом напоминаю, что в Java мы работаем со ссылками. И ссылка к abstract stack, так как начало у нее ровно то же самое, что и совпадает со структурой abstract stack, мы можем просто использовать везде вместо abstract stack Array stack, ну и заодно linked stack. Тем не менее, в памяти ничего у нас интересного не происходит. Мы берем вообще все поля, в том числе поля всех наших предков. И теперь мы понимаем, что поля предков идут сначала поля, так скажем, далекого предков, потом следующего по старшинству и так далее. Окей. Теперь давайте вытащим туда какой-нибудь метод. Какие у нас есть общие методы? Ну, size. Да, у нас есть общий метод size и exempt. Отлично. Давайте мы их вытащим в abstract stack. Так. Вот exempt. Вот size и из... Так, это я из Array stack вытащил. Из linked stack давайте. Тоже, так, нет, это node. Вот они. Тоже вытащим. Окей. Теперь давайте посмотрим на... Вот этот код, это вот dump stack, он принимает linked stack и вызывает метод из empty. Вопрос. Знает ли компилятор в момент компиляции, какой конкретный метод из empty мы здесь вызываем? Нет, это гарантарий. Почему? Нет, он знает, потому что у нас только один метод. Да, совершенно верно. У нас есть экземпляр класса конкретного совершенно linked stack. У него есть ровно одна реализация метода stack из empty. Их не может быть несколько, поэтому это все еще вызов совершенно конкретного метода. Хорошо, а давайте мы сделаем вот такой метод из empty. И передадим сюда не linked stack, а в свою очередь abstract stack. Знаем ли мы теперь, какой конкретный метод из empty мы здесь вызываем? Да. С одной стороны, да, более того, во многих языках является корректным ответом на этот вопрос. Вот, так как мы знаем все... Ну, он является корректным ровно до тех пор, пока мы знаем всех наследников. Мы же можем в раздаве подключить новый класс. Да, а в Java мы, разумеется, не обязаны знать всех наших наследников. Вот, и формально здесь могут быть разные реализации. Но пока здесь одна реализация, вообще ничего интересного не происходит. Давайте сделаем какой-нибудь метод с двумя реализациями. Например, посмотрим, как у нас устроен... А, да, давайте посмотрим, как у нас устроен, например, метод pop. Вот, утверждается буквально следующее, что здесь мы изменили размер, после чего достали соответствующий элемент. А здесь что мы сделали? А здесь мы изменили размер и достали соответствующий элемент. И там, и там сделали это совершенно одинаково. Давайте мы сделаем вот так. Тут скажем, что вазах метода pick. Ой, так, result. И здесь у нас будет assert и size. Понятно. Достали элемент, уменьшили size, вернули результат. Нет, кстати, плохой пример, извините, не будем так делать. Давайте лучше все-таки сделаем честно. Вот здесь и здесь. Эта часть одинаковая, эта часть разная. Что мы делаем, когда у нас есть и одинаковые, и разные части? Мы выделяем общий метод. Окей, давайте выделим себе метод. Вот здесь, ну, назовем его немудочная лукава pop. И по определенным причинам мне очень хочется ему передать size. Вот, и тогда здесь будет size. Здесь будет вот. Ну, и формально это некоторый. А, ну ладно, окей, size. И аналогичный метод в linked stack. Это будет ясно чуть позже. Ну, я на самом деле лишу его доступа к size. Вот, но пока вот так. Так, и мне тут все еще нужно будет size для того, чтобы они были одинаковые. Ок. Итого у нас есть одинаковая часть. Мы ее хотим, разумеется, вынести в наш абстрактный класс. Это abstract stack. Ок. И нам нужно объявить метод popimple. Как мы его объявим? Да, мы его вынуждены, разумеется, объявим абстрактным. Это детали реализации из общих соображений. Он абстрактный. У него нет никакой конкретной реализации здесь. Вот. Классным, разумеется, тоже придется сделать абстрактным. Ну, собственно говоря, поэтому он в первую очередь и был назван abstract stack. Вот. То есть это какой-то пока что совершенно абстрактный. Не ясно, с какой конкретной реализацией список. Так. Почему здесь компилятор возмущается? Потому что это протекти. Да, потому что мы не можем сузить модификатор. Кстати, а почему? Почему мы не можем превратить protected метод в private метод? Потому что мы обращаемся к базовому классу. Мы знаем, что мы можем обратиться к... Да. То есть мы можем привести array stack к абстрактстеку. И мы знаем, что у абстрактстека есть соответствующий метод. Очень странно, соответственно, что у базового класса мы метод вызвать можем, а у наследника нет. Это явное нарушение принципа пацанов-гилисков. Очень грустно, разумеется, нам такого никто сделать не разрешит. С точки зрения контрактов тоже понятно как. Что может сделать с контрактом родителя наследник? Давайте подумаем. Да, он может согласиться работать с более широким набором данных, то есть ослабить предусловия. Да, и он может начать гарантировать что-то новое, усилять постусловия. То есть не то, чтобы напрямую расширить. То есть некоторые части контракта, именно то, что мы берем на вход, мы можем расширять. Некоторые части, наоборот, давать больше гарантий. Но все еще нужно, чтобы мы любую реализацию, соответствующую новому контракту, могли использовать в любом месте, где нам требовалась реализация старого контракта. То есть они должны быть очевидным образом совместимы. Ок, так, значит здесь мы можем написать override. И еще у нас, вероятно, вот здесь я не поправил. Да, здесь будет protected и override. Ок, это все еще работает, но, разумеется, встает вполне справедливый вопрос. А что происходит? Так, нет, здесь ничего интересного не происходит. Все интересное, конечно же, происходит при вызове вот этого метода. Может ли кто-нибудь предложить какую-то реализацию pop-imple вот без всей этой магии, которую нам дает наследование? Можем ли мы это как-то сделать? Ну, в Java у нас нет указательной функции. Вот сейчас мы не знаем, какой конкретно метод мы вызываем. Это наша проблема. Вот, можем ли мы как-то решить, какой мы из методов вызываем? В явной форме написать. Есть очень плохой метод, чтобы объявить класс наш как сил, чтобы знать все конструкции. Нет, это, конечно, замечательно. Да, но мы можем честно сделать, правда, не свитчим, а набором instance of. Если это this instance of ArrayStack, примечание, никогда так напишите, исключительно в качестве примера. То мы здесь кастим this в ArrayStack. Вот, давайте назовем это stack. Покастили его. И, соответственно, когда мы здесь теперь вызовем stack pop-imple, будем ли мы точно знать, какую из реализаций мы вызываем? Нет, потому что у ArrayStack тоже могут быть наследники. Если хотите, я его объявлю final. Мы про имеющийся на данный момент код обсуждаем. Да или нет? Окей. Ровно так же здесь можно написать this instance of linkedin stack. Вот. Ну и, кстати, при желании, понятно, pop-imple там внутри может в каком-то смысле с соответствующими инстанцами решить все то же самое. Окей. Linkedin stack. Linkedin stack. Ну и... Так, а в чем? А, if я забыл. Да, if забывать нехорошо. Else throw your assertion, извините, error. No. Неизвестно кто. Ок. Так, в целом, логика очень проста. Мы определяем, какого конкретного типа наш stack и вызываем соответствующий метод. А, здесь нужно не забыть вызвать return, здесь, разумеется, нужно не забыть сделать return. Реторн. Кто видит две основных проблемы? Нельзя создать новых наследников. Так, основная проблема номер один, да, без перекомпиляции этого конкретного кода мы не можем создавать новых наследников. Это, например, первый принцип соли, это единственная соответственность, то есть мы должны знать про остальных, то что у нас... Это обратная сторона того же самого и мысли. Кто еще видит проблемы? Ну, еще мы можем с нами включать, опять же, классы и все. Ну, это то же самое, что мы не можем добавлять новых наследников. Так, что, производительность? Мы по всем наследникам проходим в сайт. Да, то есть пока у нас два наследника, это выглядит не очень страшно, а когда у нас их будет пара десятков, будет, прямо скажем, довольно неприятно с точки зрения производительности. У нас здесь будут какие-то цепочки ифов и так далее. Еще код копипасты используется? Ну, формально не очень копипаста. Смотрите, много ли тут копипасты? Ну, не то чтобы очень много. Ок, тем не менее, давайте решим проблему номер один. А можем ли мы как-то реализовать вот этот самый instance-off? Сколько-нибудь эффективно сам по себе. Может, он себе instance-off в get-class? Да, о, отличный план, да. Мы можем здесь написать get-class равно-равно race-tag.class. Ок, здесь мы ровно так же сделаем linked-stack.class. А чем это стало лучше? Ну, это совершенно справедливо заметили, стало чуть более эффективно, но и заодно мы видим, что нам фактически нужно хранить информацию, какого типа у нас переменная. Вот, Java ее, слава богу, хранит в том числе в явном виде, мы ее вот так вот можем использовать. Вопрос. Да. Если, например, у linked-stack будут какие-то наследники, тогда нам нужно их будет в RNG-месте прописать? Нет, это может сделать linked-stack в своем. А то есть их наследники в get-class будут равны linked-stack? А, нет, равен не будет. Да, нет, еще раз. Это исключительно, чтобы показать, как его примерно можно сделать. Разумеется, в реальной жизни основная проблема – это производительность, как было. Вот, указано, чтобы у нас не работали цепочки if. Но тут стандартная идея, если у нас мы часто, понятно, что мы на самом деле вот такой вот if по типу напишем при каждом вызове каждого метода про конкретный тип, ну вот, у которого есть несколько реализаций. Вот, это будет совершенно однотипный код, будет совершенно страшно тормозить. Ну и стандартная идея, давайте мы сделаем табличку, из которой все это будем брать. Вот, как это будет выглядеть в реальном мире. Значит, у нас есть теперь две реализации. Соответственно, есть array-stack, pop-imple, и linked-stack, pop-imple. Ок. И вот сейчас мы этим кодом с инстанцовами разбираемся, какое из них нужно вызвать, так? А сделаем следующим образом. Давайте мы себе заведем здесь еще дополнительную табличку, которая традиционно называется таблицей виртуальных функций. Таблицей виртуальных функций. Почему так? Ну, таблицы, потому что сейчас это будет таблицы. А виртуальных, потому что традиционные названия, в которых можно перезагружать, это виртуальные функции. Ок. Как она будет устроена? Давайте вот мы запишем. В этой таблице есть запись для каждого виртуального, ну, либо метода в терминах Java с несколькими реализациями. В данном случае сколько у нас таких методов? Два. Два. Какие? Два. Я знаю пока про один. Ок. Значит, здесь есть запись для... Вот, поп. Такая вот псевдотабличка. И по экземпляру этой таблички для каждого класса. Здесь мы будем хранить табличку, в которой, разумеется, поп. Импл будет указывать на эту реализацию. Здесь мы будем хранить табличку, которая поп. Импл указывает, разумеется, вот на эту реализацию. И в таком случае мы бы могли здесь написать что-нибудь в стиле, соответственно, this. Втбл. Втбл. От поп. Импл. Вот. Это у нас ссылка на конкретную функцию, поэтому мы ее тут же возьмем и вызовем в данном случае с сайл. К сожалению, в Java нет ссылок на функции, поэтому вот так вот на халяву сделать не получится. Но идея ровно в этом. То есть мы заменяем вот эту вот замечательную конструкцию. Вот такой. Давайте. Да, те, что мы знаем, что в ArrayStack у нас есть табличка. Вот в этой табличке лежит как раз ссылка ровно на эту реализацию. То, что нам нужно. В каждом экземпляре linkedStack они не ссылаются на одну и ту же табличку для всех linkedStack'ов. Здесь вот эта реализация, что соответствует вот этой ветке. У нас не бывает классов без методов. Но это редакт this и this. Вот. На самом деле очень просто. Смотрите, если у нас есть корректная таблица виртуальных функций, мы ее унаследовали, и, разумеется, GVM корректно ее заполняет, то такого у нас просто не может произойти. То есть, в некотором смысле аналог был бы, если бы там лежала null, но за нас компилятор проследит, чтобы у нас не было абстрактных методов, если наш класс не абстрактный. Кстати, а что для экземпляра AbstractStack лежит вот в этом месте? Ссылка куда? Экземпляру AbstractStack-то ссылаться некуда. У нас нет экземпляров AbstractStack. Да, совершенно верно. У нас нет экземпляров AbstractStack. Почему? Он абстрактный. Да, потому что он абстрактный. Окей. Итого, смотрите. В таблице виртуальных функций у нас есть по одному экземпляру на каждый конкретный класс. То есть, не абстрактный. И в нем для каждого виртуального метода прописана ссылка на его реализацию. Что будет, если мы у наследуемся от не абстрактного класса и переопределим метод? А он будет куда? Неважно. На самом деле, по умолчанию в Java все методы виртуальные, и поэтому в этой табличке гораздо больше записей. В частности, на самом деле, здесь есть, например, запись для метода equals, который мы у наследовали от класса object. А куда она, кстати, ведет? На object equals. Да, у нас есть где-то реализация object. Object equals. И так как мы ее не переопределяли, то просто во всех этих табличках оно будет ссылаться на object equals. Окей. Тут же есть, соответственно, метод hashcode и так далее. Вот, заодно здесь есть метод size. И linked stack size на что ссылается? На ftracksize, на соответствующую реализацию, которую он у наследовал. То есть, вся эта история с наследованием, это просто-напросто прописывание соответствующей реализации в табличку виртуальных функций. При этом мы знаем, что табличка заполнена целиком, то есть там нету неопределенных функций. Потому что если у вас есть неопределенная функция, то у вас есть метод без реализации. Такой метод в джайд должен быть помечен как абстрактный. И как следствие, экземпляр такого класса быть не может. Поэтому вот эта табличка сама по себе не существует. Потому что класс abstract stack абстрактный. Но все конкретные классы имеют такую табличку. Вопрос? А если мы подключаем в рантайме новый класс, получается, надо все эти таблички пересчитать? Нет, не надо пересчитать. Смотрите, если мы подключим в рантайме нового наследника abstract stack, то ему виртуальная машина заполнит табличку правильными данными. А на таблички всех остальных классов она совершенно никак не повлияет. Linked stack не может иметь ссылку на этот класс, иначе бы мы его уже загрузили. Вот, поэтому все таблички, которые были, они останутся. Итого, вся разница на данный момент в том, что вместо конкретной функции каждый раз, как у нас было до этого, нам иногда нужно сходить в табличку и попросить оттуда адрес функции, который нужно вызывать. Да, разумеется, например, теперь мы не можем эту функцию заинлайнить и так далее, потому что она может быть разной. Но все еще это плюс одно обращение в память, что в целом не так уж и дорого. Но, с другой стороны, нужно понимать, что не бесплатно. В целом, виртуальные функции – это не бесплатное дело. Окей. Хорошо. С этим вроде бы разобрались. Или есть какие-то вопросы? Вопросы – это нормально. Ок. А давайте теперь подумаем. А вот в Java есть такая замечательная реализация getClass. А где бы вы хранили соответствующую информацию? Такая же гарантия, что в самом начале есть какие-то метаданные, которые нужны виртуальной машине с соответствующими аппсетами на табличке. Ну вот проблема с метаданными на самом деле понятна какая. В том, что мы не хотим, чтобы их было слишком много. Кстати, почему? Слишком полезно. Да, потому что метаданные – это у нас каждый раз, мы добавляем в каждый объект новые и новые ссылки. Это не то, чтобы бесплатно. В обществе хранится приватное коди, и в обществе реализации находится виртуальный класс. Ну вот, мы пока что завели себе приватное поле под табличку виртуальных функций. Так, а вы, значит, что предлагаете? Ну, какие-нибудь это данные на приватный класс. То есть завести себе еще ссылку под метаданные. А можно ли как-нибудь объединить? Ну, это одно и тоже метаданные. Вот, да, на самом деле понятно, что мы можем хранить не только табличку виртуальных функций, но и все, что угодно. Это более-менее произвольные метаданные. И реально Java здесь хранит как раз на структурку, связанную с классом, в котором в том числе она знает, как его зовут. Тут, там класс, name, и много-много всякого другого добра. Ну, и тут в том числе хранится табличка виртуальных функций. Хорошо. Дальше. Как бы вы реализовали вот такую выборку? Напоминаю, что у нас вообще говоря есть методы с одинаковым именем, но разными количествами аргументов. Вот это все. Поэтому по-хорошему здесь не поп-импл, а поп-импл, там, не знаю, от int какой-нибудь. Как это эффективно сделать? Ну, как-нибудь упорядочить, вот так. Так. Манглит имена при компиляции. Еще раз. Манглит имена при компиляции. Окей. Но я хочу избавиться от строчек. Понятно, что делать хэш-табличку по строчкам, это не суперэффективно. Палиномиальный хэш от строчек делать. И что вы будете делать, если ваш палиномиальный хэш, не дай бог, даст коллизию? А я три основания не приманил. Память больше памяти. Альтернативное предложение. Просто отсортировать имена, ну, 1, 2, 3 и так далее. Как по порядку сделать? Отсортировать имена 1, 2, как? А, бор на строчках построить. Бор на строчках, это, конечно, хорошо, но это все еще строчки. Я хочу выкинуть строчки, напоминаю. Отсортировать имена. Здесь список хэш-сортированных имен, вместо этого, где кинуться. С сортировкой имен у нас будут проблемы. Будут они следующего рода. Смотрите, вот у нас есть linked stack. У него есть свой набор методов. В том числе в нем могут появиться новые методы, так? Вот, и есть класс array stack. И теперь мы имеем ссылку на abstract stack и пытаемся вызвать метод по имени. Откуда мы знаем, на какой позиции по сортировке с дополнительными методами он будет находиться? А может быть, как точно так же, как с данными, сначала методы предка, потом свои. Нет, это очень больно. А может быть, если мы захотим еще одного наследника добавить, нам придется все пересортировать. Нет, непонятно. Пока что почему. Может, по каждому имени функции еще дополнительный списочек именно параметров, сигнатур, чтобы их сравнить между собой? Ну, и не забывайте в уме к каждому такому решению добавлять, и мы делаем так на каждый вызов метода. И вот в этот момент становится очень больно. Скомпилировать сначала методы, а потом компиляторы подставляют в эту виртуальную табличку с указателем на метод. Нет, там хранятся указатели на метод, мы уже решили. Мы теперь выясняем, что являются ключами этой таблички. Пока что у нас ключами этой таблички являются строки. Указательно что? Да, причем в разных классах разные. Еще раз. Мы не значения обсуждаем, мы обсуждаем ключи этой таблички. Значения разные, мы это договорили, что вот у нас ведут ссылочки в разные места, все совершенно нормально. Но что является ключами? Вот, на самом деле тут была совершенно справедливая мысль, что, во-первых, мы можем решить проблему с предками тем, что мы сначала будем префикс таблички, ровно как у нас по данным является префикс, префиксом наследника является его предок. Тут же и для таблицы в виртуальной функции мы применим ровно ту же самую идею. А дальше зачем нам искать что-то в табличке, если мы просто можем занумеровать наши методы. То есть каждый конкретный класс при компиляции, он точно знает свой набор методов. Без перекомпиляции набор методов класса очевидным образом поменять никак нельзя. ОК, это значит, что он просто может его перенумеровать тем, либо иным способом, которым ему нравится. Совершенно неважно, какой конкретный способ поменяется. И, разумеется, допустим, в разных реализациях джао-машины он может быть разный. Вот, и в таком случае здесь вместо POPMPL просто у нас какой-то конкретный индекс. Ну вот, с учетом того, что у нас есть size equals, и мы теперь знаем, что на самом деле они находятся в табличке повыше POPMPL, потому что мы унаследовали. Вот, просто будет соответствующий индекс. Итого, мы пошли по ссылке в мета информацию, там хранится непосредственно таблица виртуальных функций, и мы по индексу в этой табличке нашли указатель. То есть это все еще плюс одно обращение в память для того, чтобы загрузить указатель на функцию, и дальше мы ее просто-напросто вызываем. Ок, но заметьте, что в процессе исполнения никаких строчек у нас уже нет. Ни в какой момент, у нас просто есть конкретные индексы, которые в какой-то момент присваивают для статистических импилляровок языков типа плюсов чисто компилятор. Здесь у нас при загрузке классов присваивает джао-машина, но все еще это чисто индексы. В самом случае, если у нас работа не в интерпретируемом режиме. Ок, итого, с производительностью все совсем-совсем не страшно. Даже по сравнению с этим методом. Ок, теперь давайте посмотрим, что мы еще можем общее выделить. Ну, например, есть ли у нас что-то общее в методах push. Вот у нас есть такой push и есть вот такой push. Да, мы можем договориться, что мы размер увеличим в конце. Вот, и тут будет, соответственно, push, импул. И опять же, я ему захочу передать size техническим причинам. Вот, здесь будет size. Здесь будет, разумеется, тот же самый. Так, вот это да, и вот это чистой воды. А, нет, вот, кстати, да. Эту сейчас мы вытащим. Так, здесь будет push и импул. Спасибо, не надо. Так, это элемент. Еще я сюда хочу in size. Так, size. Size и size++ в конце. Так, извините, смотрим, что у меня в ArrayStack'е происходит. В ArrayStack'е, если аккуратно его переписать, происходит все ровно то же самое. Что? Весьма приятно. Так, окей. Вытаскиваем общую часть в AbstractStack. Так, здесь было pop. Здесь будет push. Объявляем абстрактный метод. И здесь делаем, соответственно, protected. Protected right. И здесь protected. Можно вопрос? Да, конечно. Зачем мы push импул передаем size, если он у нас есть в каждом классе доступа? Потому что я хочу этот доступ отрезать. Очень хочу. Пока не могу, но хочу. Так, pop импул от size. Так, окей. Правда, что у меня все скомпилируется и будет работать? Да, компилируется. Правильно работает. Всем пока. Всем пока хорошо. И давайте посмотрим, какие у меня остались методы. Так, иншуя капасти я, очевидно, выносить не буду. Из pop общую. Так, подождите. Зачем в Array Step у меня реализация метода pop? Тут явно никому не нужна. Так. Push импул есть. Pop импул есть. Pick. Ок. Давайте вынесу общую часть пик. Как на основе того, что у нас есть, мы можем реализовать пик. Да, можно цинично сделать сначала pop, а потом push. Пуш от result. Result. Окей. Лишь в чем образом будет работать? В некоторых реализациях это может быть очень больно по производительности. Ну, прям так, чтобы вообще супер больно, не очень понятно в каких. Ну, какая-то реализация, в которой pop за линию работает. Да, если ваш pop работает за линию, то очень жаль. А главное, вам никто не мешает переопределять этот метод. Окей, да. А давайте, собственно говоря, запретим его переопределять и поймем, что же это значит в терминах наших замечательных табличек. Виртуальных функций. Что мы в табличках наследников не можем поставить другой указатель к этому... Да, то есть в некотором смысле мы просто фиксируем, что соответствующий указатель для всех наследников должен быть равен нашему. Понятно, что с точки зрения рантайма это все не значит вообще примерно ничего. Это просто такое соглашение на уровне языка, не более того. Вот, правда, рантайм будет знать, что если здесь, вот, вы знаете, что наследник этого конкретного класса, и у него соответствующий метод final, то вы знаете точно, какую реализацию будет вызвана. Например, ее можно заинлайнить, если очень хочется. Ок, вот, хорошо. Пока что, смотрите, у нас уже есть наследование с отличными виртуальными методами. И все, что это нам стоило, то, что виртуальный метод нам... Это вызов примерно того же самого метода, просто через специальную табличку виртуальных функций, ну, с дополнительным индексом, что нам стоит, напоминаю, плюс один доступ в память. Но по понятным причинам мы, как по вашему мнению, мы часто или редко обращаемся к таблице виртуальных функций? Часто. Да, часто, поэтому мы вполне здраво рассчитываем на то, что они будут в кэше и так далее. И, в общем, все это стоит буквально копейки, что весьма и весьма приятно. Ок, теперь давайте вспомним, что у нас в Java есть еще связанное с наследованием, кроме абстрактных классов и виртуальных методов. У нас есть интерфейс. Ок, давайте обсудим, что у нас бывает с интерфейсом. Заведем себе интерфейс. Фактор. Так. Интерфейс. Так, и назовем Vostag. Почему? Потому что вроде логично. Так. pop, pick, size и из empty. Так. И заодно теперь мы можем сделать, там, не знаю, stack test. В самом случае, я надеюсь, что мы его сможем теперь сделать. Так, нет, не из того сделал, из linked stack test. Давайте сделаем stack test. Вот, который, понятно, как будет устроен. Мы ему будем передавать произвольный stack. Тут он будет все еще брать произвольный stack. О, еще лицо. Работает. Так, а здесь один stack будет linked stack, а другой stack будет array stack. Так, и... Так, то ли я запустил, нет, я не то запустил. Мы объявляем, типа, не просто stack stack. Можем объявить, если хотим, да, просто stack stack совершенно непринципиально. До этого не могли, теперь, конечно же, можем. Ок. И теперь давайте обсудим, что у нас происходит, например, при вызове метода dumpstack. Как мы его вызываем? Вот, у нас появилась новая сущность интерфейс. Раньше мы, понятно, у нас методы, которые мы передавали классы, просто передавали указатель на соответствующий кусочек памяти. Теперь в метод dumpstack что мы передаем? Ну, мы знаем, что это какой-то объект, в котором мы подаем, по любому аффсету лежит указатель на методанции. Так. Поэтому указатель на. Мы знаем, что там есть табличка виртуальной функции. Идем в табличку виртуальной функции и вызываем те методы, которые... Подождите, а вот я конкретно вот эту строчку сейчас обсуждаю. Ну, видать, то, что мы написали stack, объекты гарантируют, что в таблице виртуальной функции есть какие-то поля, которые реализуют интерфейс. И все. Так. Да, в целом, во-первых, вот это присвоение. Ну, на самом деле, такое присвоение валидно только в том случае, если у нас соответствующие классы реализуют интерфейсы. Они у нас реализуют. Давайте проверим, что вот есть линкет-стэк. Экстенд. Как давно вам ничего не видно? Интересно. Непонятно, что это было. Ладно, продолжим. Так. Абстракт-стэк-имплемент-стэк. И все у нас в этом смысле честное преобразование, разумеется. Идея в этом месте весьма умна. Вот. А здесь, на самом деле, не происходит вообще ничего. Того, что не происходило раньше. У нас был указатель на какую-то таблишку, в которой совершенно справедливо вы заметили, хранится сначала указатель на метод данный, потом конкретные поля. И здесь мы передаем все еще его. То есть, до тех пор, пока мы не попытаемся вызвать метод, вообще ничего интересного не происходит. Интересное, разумеется, происходит, когда мы пытаемся вызвать метод. Вот мы тут пытаемся вызвать метод из Empty. Как же вы бы это реализовали? Так, у вас есть таблица виртуальных функций для кого? Для объекта. Так, вот тут говорят для объекта. Я полагаю, что в интерфейсе мы создаем объект с указанием, что у нас степ. У нас таблички, которые просто, вот методы, которые были в интерфейсе, исполняются теми же указателями. Так, окей. В целом, звучит довольно разумно. То есть, мы... У нас понятно, что есть таблички виртуальных функций для интерфейса степ. И мы знаем, что она должна быть заполнена такими методами, как size, из Empty и так далее. Да, по этому причину, что вот в этих табличках виртуальных функций ровно те методы, которые у нас есть. Поэтому я это в дальнейшем буду просто писать в основном табличке, а тут, если понадобится, буду сверху писать методы. Окей. И мы их вроде заполняем правильными способами, да? Все звучит разумно. Дальше у нас здесь есть экземпляр стека. Мы вызываем у него метод из Empty. Допустим, мы знаем, что метод из Empty получил индекс 3, поэтому мы вызываем третий метод из таблички виртуальных функций. Так? Мы каждый раз должны в рантайме переписывать, получается, всю табличку виртуальных функций стека. В комсусле в рантайме переписывать табличку виртуальных функций стека. Мы ведь как-то присваиваем. Да, тут есть довольно тонкий момент. Вот, в том, что нам эту самую табличку нужно как-то получить. Почему это не может быть в общем случае та же самая табличка, которая у нас была в каждом конкретном классе? Потому что она больше в ней, больше методов, а главное, мы можем интерфейс реализовать в произвольный момент. То есть у нас была огромная иерархия наследования. Мы здесь реализовали какой-то интерфейс. И эти методы, разумеется, будут раскиданы по нашим предкам и нам в совершенно произвольном порядке. Они никак не будут компактно собраны, что требуется для таблички. И в отличие от обычного наследования, там мы можем собирать по предкам. Потому что у нас есть один предок и один конкретный порядок. А интерфейсов у нас в Java сколько может быть? Да, у нас может быть произвольное количество интерфейсов. Мы можем реализовать. И, разумеется, у этих интерфейсов порядки во внутренних табличках могут быть совершенно произвольными. Поэтому в мета-данных нам нужно будет по-хорошему как-то хранить информацию об этих табличках. Дальше есть два подхода. Подход номер один. Мы можем всегда передавать не просто ссылку на объект, но еще плюс ссылку на табличку. Широкий указатель. То есть фактически наш указатель, на что-то в памяти всегда будет два указателя. Это будет указатель на данные плюс указатель на соответствующие мета-данные. То есть у нас вот есть данные и есть мета-данные. Ну и дальше при необходимости мы пересчитываем. Вот здесь у меня есть такое присваивание указателей, как оно будет выполнено. Мы пойдем в мета-данные, достанем там табличку для стека. И теперь у нас в мета-данных будет лежать новое значение. Все будет отличным образом работать, разумеется. Потому что в мета-данных у нас достаточно информации для всех таких корректных преобразований. Что весьма и весьма приятно. С другой стороны, это все указатели у нас внезапно стали в два раза длиннее. Вариант номер два. Мы можем продолжать хранить мета-данные прямо в объектах. То есть у нас есть объектик, здесь есть какой-то указатель на мета-данные. Здесь у нас есть поля. Взятые от предков, упорядоченные. У них все хорошо в мета-данных. И тут, и тут на самом деле хранится все совершенно одно и то же. Тут у нас хранится информация о типе, соответствующая табличка виртуальных функций. И здесь еще для Java будет храниться следение об интерфейсах. То есть это способ посмотреть на наш мета с точки зрения какого-то другого интерфейса. Ок. Правда, у нас есть такая штука, как обказ. То есть обратное преобразование, когда мы имеем экземпляр интерфейса, а хотим получить экземпляр исходного класса, нам нужно проверить, корректно такое преобразование или нет. Рантайм. Как это можно сделать? Инстанс-офф. Ну, инстанс-офф, разумеется, будет испо... Ну, вот, если мы реализуем инстанс-офф, то так, конечно, может. Но вопрос в том, как мы в том числе инстанс-офф реализуем. Ну, мы знаем где-то классно. Что? Ну, как бы мы знаем мета-данных, какой-то конкретный тип объекта, и мы тоже можем... Да, в мета-данных у нас прописывается в том числе конкретный тип объектов. Мы можем пойти не в текущие мета-данные, а в мета-данные исходные, и там найти всю интересующую нас информацию. Опять же, понятно, что в общем случае это не бесплатно. Вот, и в целом в Java понятно, что так как есть get-класс, и по большому счету она привязана на то, что у нас мета-данные хранятся в объектике. Хотя это не обязательное решение. Например, в Go во всю используются широкие указатели. Там реально указатель, это две штуки. Вот, и все интерфейсы, это просто-напросто, да, та самая табличка, которую мы в явной форме протаскиваем, и компилятор за нас делает всю соответствующую магию. Хотя никакой магии, как мы видим. Совершенно нет. То есть, это два подхода, альтернативные. В разных языках используются разные подходы. Ну, так уж повелось. В целом, при реализации одного языка тоже можно использовать разные подходы, но, возможно, с разной эффективностью. Вот, ну и как следствие, в Java, когда вы вызываете метод из интерфейса, это чуть более сложный процесс, чем вызов простого абстрактного метода. Потому что нам сначала нужно найти, то есть, у нас есть мета информация, мы по нее пошли. Дальше мы должны сходить в табличку interfaces, узнать табличку виртуальных функций для конкретного интерфейса, и только из нее что-то взять. То есть, здесь фактически, что будет написано? Тут будет написано стэк, точка какой-то мета, вот. Дальше interfaces, interfaces от стэк, и после чего, соответственно, тут уже конкретный метод, в данном случае из empty, и вот мы его вызываем. Понятно, что вместо этого мы все так же все пронумеруем, и у нас будут просто-напросто индексы в табличке, здесь ничего интересного не происходит. Благо, в интерфейсе в этом смысле еще проще. У нас заранее известен весь набор интересующих нас методов. Вы не можете, там, не знаю, на этом стэке вызвать метод Enshio Capacity, просто программа не скомпилируется. Вот, никакие дополнительные методы в этом смысле добавить нельзя. Окей, то есть, здесь какой-то индекс. А можем ли мы заменить вот этот стэк на индекс? Что? Так, мы знаем, какие интерфейсы. Да, проблема в том, что мы не знаем, в каком порядке эти интерфейсы будут реализовываться. То есть, если мы хотим менять на индекс, то мы хотим, чтобы этот индекс был всегда уникальным во всем том, что реализует интерфейс стэк. Но, опять же, мы можем его не реализовать непосредственно, мы можем здесь сделать еще какого-то наследника и реализовать еще интерфейс. Или наш предок может реализовать интерфейс. И получается, что у нас вот теперь есть два интерфейса, которые, не знаю, претендуют на индекс 1. Вот, и в этом смысле непонятно, какой из них должен быть реально первым. То есть, нам нужно какое-то глобальное упорядочение интерфейсов. Правда, если мы так сделаем, то, вероятно, ну, в самом случае, в стандартной мобильнике Java очень много разных интерфейсов. И вот эта табличка интерфейс будет таки большой. То есть, в ней будут тысячи записей, что тоже, прямо скажем, как-то не очень эффективно, будет плохо кэшироваться и так далее и тому подобное. У нас у каждого объекта своя таблица. Почему бы... Так, во-первых, у нас все-таки таблица по классу. У каждого класса, не у каждого объекта. Если бы нам требовалась дополнительная таблица на каждый объект, это было бы очень страшно. Это куча совершенно бесполезной, простая выщепаемтик. Да, а своя таблица есть что? Почему бы каждый не имеет свою нумерацию? А потому что вот вам здесь нужно обратиться по конкретному индексу. Как вы этот индекс узнаете? Ну, при компиляции. У вас... Вы компилируете метод dumpstack. Вы ничего не знаете о наборе классов, которые реализуют этот интерфейс. Они могут появиться в будущем. Понял. В нем... Каждый из них может реализовывать произвольные наборы интерфейсов. И вы не можете договориться, в каком порядке они в табличке интерфейсов у него идут. Вот когда у нас простое наследование, там мы можем договориться, что сначала всегда идут поля предков в том порядке, в котором он их определил. И тут мы нагло пользуемся тем, что предок у нас один. У нас не может быть конфликтов. А здесь у нас есть множественное наследование интерфейсов. Из-за этого у нас возникает конфликт в том, что в одном интерфейсе считают, что у него индекс такой, а в другом, что другой. Если эти индексы совпадают, мы все проигрываем. Поэтому нам нужен какой-то механизм быстрого нахождения интерфейса по какому-то внутреннему идентификатору. Ну и фактически в современных реализациях это действительно хэш-табличка. И поэтому, извините, методы по интерфейсам в Java вызываются гораздо медленнее. Ну не то, чтобы сильно гораздо, это неправда. Но в целом вызывается медленнее, ожидаемо, чем соответствующие абстрактные методы. Ну потому что там нету вот этой вот индексации по типу конкретного интерфейса. Ок. Тем не менее, итого у нас есть интерфейсы. Это в каком-то смысле множественное наследование методов. Поэтому мы вынуждены иметь множество табличек. Но это все может эффективно работать. Ок. Давайте посмотрим на реальное множественное наследование. То есть, когда у нас есть несколько предков. Кто видит, какие у нас при этом возникли проблемы? Не можем нумеровать уже. Так, во-первых, у нас умирает нумерация полей, а почему? Ой, не полей, а методов. Почему? Потому что непонятно, в каком порядке эти предки идут, в каком порядке расположить их. Ну, конкретный порядок у нас определен в момент компиляции, слава богу. Кажется, нам ничто не мешает наследоваться от двух интерфейсов, у которых есть одинаковые функции. Мы можем реализовать два интерфейса с одинаковыми функциями, да. В чем суть вопроса? Если мы у интерфейса, тогда к какому интерфейсу будет вноситься функция, которую мы сделали? К обоим. А в чем проблема? Ну ладно. То есть, функции могут иметь интерфейсы с одинаковыми сигнатурами, и, разумеется, вы не можете специфицировать разные реализации в зависимости от интерфейса. В самом случае, на данный момент в Java. Это норм, но одна и та же функция может быть реализацией кучи интерфейсов, если сигнатуры подходят. С этим проблем нет. Вот, более того, знатоки плюсов знают, что происходит, если мы унаследуем две функции с одинаковой сигнатурой. Ну, знатоки плюсов. Зависит от того, как отраслетуют. Если виртуально отраслетуем, это будет одна. Ну, если мы… Это была виртуальная функция, но… Подождите. Виртуальные наследования? Нет, и без виртуального наследования, извините. Если без виртуального наследования, то есть две функции. С одинаковой сигнатурой. Внутри класса мы можем писать название родительского класса двоеточие и нужные нам функции. А снаружи? А снаружи будет плохо. А снаружи нам говорят, что это название амбигоз, его нельзя… Да, совершенно верно, все так и будет. У нас есть теперь два метода, которые претендуют на то, что это одна и та же реализация. Снаружи мы вообще их никак не можем различить. И что, если мы хотим, чтобы его могли вызвать, а с точки зрения принципа подстановки рисков мы хотим, чтобы его могли вызвать, мы определяем метод, а он уже решает, из какого предка функцию он будет вызывать при желании из обоих предков по очереди. Это уж как ему заблагорассудится. Отлично. Вот, в любом случае, в итоге в табличке виртуальных функций у нас вроде бы все не страшно, у нас в каждой конкретной сигнатуре все равно соответствует ровно одна функция. Что, прямо скажем, приятно. Если бы в этот момент все взорвалось, было бы совсем-совсем больно. Вот. Есть ли еще какие-нибудь проблемы? Проблема с функциями нет, потому что мы в интерфейсе как решили. Есть проблемы с данными, потому что... Так, а какие проблемы с данными? Непонятно, как сгруппировать деньг с собой. А в чем проблема с группировкой? Ну, если для этого у нас был ровно один предок, и мы могли вначале видать данные, потом видать данные, единство, наследник. Так. Ну, еще не единство, наследник. Ну, хранить данные, да, наше... Сначала предка, потом его, наследника, да. Да, но теперь у нас есть несколько предков, и... Так, окей. Что нам мешает хранить данные сначала первого предка, потом второго предка? Как перенумеровать? Что? Как перенумеровать? В каком смысле перенумеровать? Зачем вам перенумеровывать данные? Нет, предков как понять, кто здесь первый, кто второй? Ну, не знаю, вероятно, у вас в программе написано в каком-то... Они указаны в каком-то порядке. В конце концов, да, сортируем, как угодно. Важно, чтобы все имели одно и то же мнение по поводу порядка предков. Все остальное никого особо не интересует. Обращение к полю у предка, который имеет одного предка, нормальный, и обращение к полю у потомка, который имеет двух предков, на одном индексе могут лежать разные поля с разными данными. То есть, да, давайте, собственно говоря, посмотрим. То есть у меня и был класс. Смотрим, у меня был класс А. А у него было поле с именем А, и пусть у меня будет еще метод МА. И у меня был класс Б с полем Б и методом МБ. Значит, как у нас будет организована память в классе, в экземпляре класса А.Б. Что у нас будет лежать? Что? Все вместо этого что? Подождите, эти методы лишат в табличке виртуальных функций, эти поля, ну и они одни и те же для всех экземпляров, а поля у нас имеются разные значения для разных экземпляров. Вот, поэтому напоминаю, что на самом деле у нас вот здесь вот в реализации с табличкой виртуальных функций лежит та самая табличка виртуальных функций, и вот здесь вот она тоже лежит. Окей, как тогда будет устроен А, Б? Таблица виртуальных функций. Так, таблица виртуальных функций. А, Б, а потом поля. Потом А, Б, потом МА, МБ. Окей. Вроде пока все хорошо и замечательно. Вот, теперь давайте посмотрим, если у меня был экземпляр А, Б, и я смотрю на него как на ссылку на А. Как устроена вот эта ссылка? Ну, мы должны видеть только А и только МА. Ну, что значит видеть? Не очень понятно. Ну, то есть, нет. Как-то же тут все нормально, вот мы говорим, что это указатель вот сюда, и у нас все хорошо смотрит. Мы здесь ожидаем на первом месте табличку виртуальных функций. Табличка виртуальных функций есть. То, что в этой табличке виртуальных функций есть какие-то еще дополнительные методы, очевидно, никого особо не интересуют. Главное, чтобы их не оказалось меньше, но здесь мы возьмем, разумеется, все из А. После чего у меня по нулевому смещению идет табличка виртуальных функций, по единичному смещению идет А. А, с Б будет. И все хорошо. Так, а какие проблемы будут с Б? Мы обращаемся по одному аффсету, а там лежит поле А на самом деле. И мы не можем обращаться. Да, то есть, а вот такой вот указатель, ну, ссылка пока... Так, А, Б и А, Б, должен быть либо устроен как-то по-другому, либо внезапно... Внезапно, давайте мы сюда положим еще одну табличку виртуальных функций. Что? Ну, тогда указатель у нас должен быть не на начало, а вот сюда. Да, зато этот указатель будет вот сюда. Ой, извините, вот сюда. Очень удобно, смотрите. Там указатель, здесь указатель. Теперь у нас, когда мы в КБ, обращаемся, у нас... А зачем нам две таблицы виртуальных функций? Для того, чтобы вот это эффективно работало. А память? А память? Дело такое. Что? Так у нас тогда в таблице виртуальных функций. Да, это разные, потому что вот эта таблица виртуальных функций для всего А, Б, это таблица виртуальных функций для А, Б, только с точки зрения Б. Укороченная такая. Если мы следовали за 100 классов, то у нас вообще-то в каждом классе лежит еще 100 лишних. Да, но мне кажется, что если бы мы следовали за 100 классов, то это не ваша главная проблема. Ок. Это вариант решения проблемы номер один. Правда, тут тоже есть подвох. Оверхед? Да ладно. Что? Вот здесь ссылки хранятся без того. Нет, оверхед пока не очень страшно. А теперь представьте себе, что мы здесь метод MB переопределили. То есть вот здесь вот есть конкретная реализация метода MB. Вот, и здесь мы пишем B.MB. Какой код вызывается? А, видать, нужно бешный. Почему бешный? У нас есть таблица виртуальных функций. У нас есть таблица виртуальных функций, поэтому... Она от метода B. Что? Ну, таблица специальная с точки зрения метода B, поэтому мы содержим ссылку на эту реализацию. Ага, то есть вот здесь вот мы вызвали вот этот метод. Так? Ну, да. Звучит совершенно разумно. Все замечательно. Какой мы ему указатель передали вместо this? B. Так, то есть мы ему передали указатель вот сюда. А теперь давайте подумаем, а на что же надеется реализация метода MB? С чем то, что она объявлена у класса AB? А, тогда... Мы передаем указатель сюда, а оно ожидает указатель вот сюда. Извините. Потому что здесь же мы можем обращаться к A. А, ну, разумно, можем. Ой, оказывается, ваши указатели еще попатчить надо. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если мы пришли сюда, то это так и была реализация класса AB, вот, но при этом у нее нужно сдвинуться указатель. То есть у нас здесь еще будет промежуточная реализация, которая занимается тем, что преобразует вот этот указатель в исходный указатель. Ну, понятно, что это там на самом деле плюс небольшое смещенец. Вот. Но это не напрямую тот же самый метод. Множенное наследование с данными – это тот еще цирк, прямо скажем. Зато, смотрите, в случае с подходом широких указателей внезапно все становится довольно приятно. То есть вот этот шаг все еще нам нужен, потому что мы все еще при вызове виртуальной функции хотим, чтобы подставлялась та, которая надо. Зато нам не требуется хранить внутри таблицы виртуальных функций. Вот. Но. Окей, мы их не храним внутри, соответственно, здесь мы не тратим на них память. Чем из этого расплачиваемся? Тем, что у нас хэш таблица. Мы не можем просто инвесторировать. Почему хэш таблица, не хэш таблица? Вот здесь вот тогда что у нас происходит? У нас просто сдвигается указатель на B и берется виртуальная табличка. Вот. После чего это действует, как обычная ссылка на объект типа B. Вроде все нормально. Второй кусок широких указателей каждый раз с собой точить надо. Да. Мы каждый раз платим то, что наш указатель был широким. То есть мы обменяли память, которую мы в каждом конкретном объекте храним, на память, которую мы храним в каждом конкретном указателе. А теперь вопрос, чего у нас больше объектов или указателей на них? Указатели. Да, вообще, ну, то есть с точки зрения Java объекта, на которого ни одной ссылки просто-напросто не существует, но и с разумной точки зрения тоже. Поэтому вроде как получается мы начинаем тратить больше памяти. Правда, возникает вопрос, а какую память мы начинаем тратить? Потому что все те самые указатели-то у нас, в большинстве случаев, будут на стеке. Вот, с другой стороны, а как этот указатель будет представляться в объекте, если он на что-то ссылается? Может, а чего не на стеке будем хранить? Да, а как мы его будем хранить? Можем ли мы его сохранить как один указатель? Экономия хочется. Да, боюсь, без особо извращенных подходов, зависящих от конкретного языка, у нас ничего не получится. И того, да, хотим ночь на наследование, и у нас прекрасный выбор, где мы будем платить за дополнительные таблички виртуальных функций. В конкретных объектах, в наших широких указателях и так далее, но заплатить в любом случае придется. То есть у нас здесь плюс сложность и плюс совершенно внезапные проблемы, которых, на первый взгляд, мягко выражаясь, не очевидно, но только в тот момент, когда вы пытаетесь понять, как это конкретно может быть реализовано, и выясняется, что там все чуть сложнее, чем кажется. С другой стороны, ничего сверхсложного-то нет. Можно взять и реализовать. Основная сложность, в смысле, чтобы это быстро работало. Что? Я в плюсах и реализовал. Да, совершенно верно. Окей, давайте обсудим еще один вопрос. Вот так, где он? Сейчас я найду соответствующий пример. Во! Значит, тут мы занимались, напомните, чем? Понимали, у какого класса методика. Да, ну, мы решали в зависимости от имеющегося у нас типа, какой из конкретных реализаций мы собираемся вызвать. Так? Вопрос, а почему мы это решаем в зависимости только от одного типа? Почему вызов метода, ну, вот, выбрать, какой конкретный метод мы вызываем, мы можем только по типу одного из аргументов? Что нам мешает писать, выбирая конкретный вызываемый метод по типу нескольких аргументов, возможно, в том числе всех? По полной сигнатуре надо? Ну, а почему здесь полная сигнатура? Еще раз, смотрите. Мы, значит, в отличие от того, что у нас было на прошлой паре, здесь мы занимаемся выбором конкретного исполняемого типа во время исполнения. То есть во время компиляции мы, у нас, разумеется, есть списочек возможных вариантов, что мы здесь собрались выполнять, ну, вот, но мы во время исполнения выбираем конкретный вариант. В зависимости от типа, в данном случае, первого аргумента, так? А первый аргумент – это this. Да, ну, в Java первый аргумент – это this. У нестатических. Понятно, что с статическими там в этом смысле все совсем неинтересно. Там у него нет этого аргумента, и мы всегда вызываем совершенно конкретный код. Вообще неинтересно. Вот, а здесь мы выбираем в зависимости от типа первого аргумента. Вопрос, а почему именно от типа первого аргумента? Почему нельзя выбрать код в зависимости от типов нескольких аргументов? Конкретных во время исполнения. Да, в теории нам совершенно ничто не мешает это сделать. Вот, соответствующий подход называется мультиметоды. Методы. И это история о том, что у вас теперь есть не табличка, которая по, из-за типа и названия, ну, на самом деле сигнатуры методов вам выдает реализацию. Вот, а у вас потенциально это такой большой кубик, что у вас тип одного аргумента на тип второго аргумента и так далее на сигнатуру метода. Понятно, что здесь столько типов, сколько у нас потенциально аргументов в методе. может выдавать реализацию. Правда, возникает вопрос, а зачем это вообще может быть кому-то нужно? Вполне справедливо. И вот все мы жили с обычным объектно-ориентированным программированием и особо все было хорошо. Теперь давайте вспомним пример с разметкой из предыдущего семестра. Там у нас была разметка и были, соответственно, языки, на которых мы ее выводим. Вот. И дизайн подразумевал, что у вас, соответственно, есть конкретные типы узлов и у них есть методы в зависимости от специфицирующих, в каком виде мы хотим вывозить узел. Так? Окей. А с другой стороны, а что бы мне мешало сдизайнить по-другому? Я говорю, что у меня есть способ вывода. Например, я хочу вывести как HTML и у него есть методы, выводящие конкретные элементы разметки. Соответственно, есть HTML с методами там Strong, Underline и так далее, всеми остальными. Можно так было сделать? Можно, и в каком-то смысле это было бы совершенно ничем не хуже. Вот. Возникает вопрос, о какой из них правильный. На самом деле никакой, потому что это способ сделать себе мультиметод. Реально мы знаем, что такой-то тип разметки таким-то способом выводится вот так. То есть это то, что реально зависит от типа двух аргументов. И от конкретного элемента, и от того способа, который мы ему выводим. Просто Java нам, извините, не позволяет этого сделать. Java у нас нет мультиметодов. Нам приходится привязывать соответствующие методы к одному из классов. Ок, в домашке это были привязаны к соответствующим элементам. Но если у вас завтра вы начинаете использовать язык с мультиметодами, то вы не обязаны ни к чему конкретному привязывать. Вы говорите, что у меня есть мультиметод по типу элементов, по типу разметки. Говорит, как нам конкретно это вывести. Это, ну в каком-то смысле, этот дизайн будет гораздо яснее и проще, чем то, что нам пришлось сделать там. Потому что, смотрите, мы можем легко добавлять новые типы элементов, что вы, собственно говоря, делали в домашнем задании. Для этого, по большому счету, при правильной реализации, которую я у вас просил, вам не нужно было даже перекомпилировать старый код. То есть я мог сделать нового наследничка, и он бы прекраснейшим образом отображался. А что нужно было поменять в вашей программе, если я хочу добавить новый тип вывода? Да, вам нужно к каждому классу добавить новый метод. Понятно, что без перекомпиляции это никак не живет. С другой стороны, если бы вы взяли подход, который у вас акцентируется именно на способах вывода, то вы бы могли добавлять новые типы вывода, просто реализуя соответствующие методы. Но каждый тип вывода должен будет знать о каждом возможном типе элементов. То есть у нас получается, что в любом случае один из двух знает о всех возможных противоположных сторонах. И это не слишком хороший дизайн в общем случае. То есть нам хочется их как-то разделить, чтобы никто в каком-то смысле не знал о всех остальных. Мультиметоды в теории позволяют это сделать. Просто если мы хотим добавить новый тип вывода, окей, мы сделали себе реализацию всех существующих у нас элементов под этот конкретный тип вывода. Изгруппировали их по типу вывода. Хотим добавить новый элемент, добавили реализацию вывода этого нового элемента по всем возможным типам вывода. Главное, что это не затрагивает то, что у нас уже есть. Если бы у нас были мультиметоды. Но нет, в Java, извините, нет мультиметодов. И, к сожалению, мы вынуждены перекомпилировать наш код, если мы хотим добавить ту сущность, которую мы в какой-то момент посчитали, что будет меняться реже. То есть в целом то, что у нас есть взятие конкретной реализации только по типу неявного первого аргумента, ну, это исключительно тут так принято. За этим нет никакой глубокой мысли. Просто так получилось, так проще сделать. А будут ли у нас практики с мультиметодами? К сожалению, прямо скажем, мультиметоды не слишком популярная вещь, но в прологе есть довольно близкие их аналогы. Поэтому и да, и нет. Ну, там есть техническая проблема в том, что в прологе нет методов. Вот. Еще вопросы. Ок. Итого. Что мы узнали? Мы узнали, что все наследование, ну, вот, в том виде, в котором мы привыкли в Java, это таблички виртуальных функций, либо при, соответственно, интерфейсах. Вот. Еще наборчик в зависимости от имени интерфейса. Тех же самых табличек виртуальных функций. Вот. В Java мы выбираем в рантайме конкретную реализацию в зависимости от типа первого неявного аргумента this. Но, вообще говоря, это не является единственным возможным вариантом. Вот. Дальше. В Java есть множественное наследование наборов методов, которые называются интерфейсами. Мы обсудили, как это сделать. В Java нет множественного наследования. Есть в других языках, как его, опять же, можно сделать. На примере C++ мы с вами тоже обсудили. То есть, нужно понимать, что нет никакого the объектно-ориентированного программирования. Это какой-то набор выборов, который был сделан в каждом конкретном языке. Вот мы разрешаем вот такой-то набор фичей, вот, одно из которых должно быть вроде как в создании объектов, и называем, что наш язык объектно-ориентированным. А какой конкретно набор фичей мы выбрали, зависит исключительно от дизайнера языка, и они могут сильно отличаться. То есть, объектно-ориентированные языки могут быть сильно не похожи друг на другу. Это совершенно нормально. Ок. Домашнее задание. Видно, видно. Замечательно. Очереди. Вам нужно сделать, ну, во-первых, определить интерфейс очереди и описать его контракт. Во-вторых, вам нужно реализовать класс LinkedIn Q очередь на связанном списке. Вот. И выделить общие части классов LinkedIn Q и RAQ в базовый класс Abstract Q. Специально отмечено, что это домашнее задание связано с предыдущим, то есть вы его сдаете. Будете сдавать тому же преподавателю, которому вы будете сдавать третье домашнее задание. Вопросы по домашнему заданию. Ок. Тогда у меня на сегодня все. И так далее.